Разбор на укулеле Разбор на укулеле И первая мелодия, с которой мы начнем, это Space Song Кстати, вот именно эта песня была еще популярна год назад в ТикТоке Были отдельные тренды, сейчас она вернулась Ну а звучать это будет следующим образом Все мелодии у меня будут написаны по табам Если вы не знаете, что это такое, как это читать Есть отдельный ролик на канале Ну и в принципе, я сейчас голосом все объясню Что, куда зажимать, чтобы у вас что-то получилось Мелодия простая играется только на первой струне И те цифры, которые написаны, обозначают нумерацию ладов То есть, например, у меня сейчас написано пятый лад Значит, пятый лад не надо зажать Ну и получается, пятый лад мы зажимаем Далее идет шестой лад Опять пятый Идем на третий Вновь на пятый Третий Первый Третий И вновь пятый Получается следующее И по сути мы опять начинаем играть все то же самое Но единственная концовочка у нас будет с вами не 3, 1, 3 А 3, 1 и 0 А 0 это открытая струна Улавливайте связь И получается Все вместе звучит следующим образом Но это будет звучать слишком мало Поэтому можете эту же строчку повторить и еще раз Ну и завершить можно опять Типа такое То есть, это такая вот Как жвачка мелодия Можно играть хоть сто раз подряд Обратите внимание, какими пальцами я это все играю Это очень важно, чтобы у вас не звучало все через один палец Иначе получается Вы садули в огороде А в правой руке я играю все большим пальчиком Давайте соберем все в медленном темпе ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЛОДИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЛОДИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЛОДИЯ А теперь чуть быстрее. Разбор на укулеле. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что ты типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Конечно же, я не могла оставить без внимания ту песню, которая стала неофициальным саундтреком сериала, потому что первоначально его как бы не было, но благодаря ТикТоку так все заверсилось. Это песня Lady Gaga Blue Di Mary. Но в нашем исполнении она будет звучать следующим образом. Данный кусочек тоже не особо сложный, то есть помимо мелодии мы просто сюда добавили аккорды. Быстренько разберемся, что это, собственно, за аккорды. Аккорды D, E. Мы с вами зажимаем вторую струну на первом ладу указательным пальцем. Далее четвертую и третью струну зажимаем на втором ладу через средний и безымянный. Скорее всего, данный аккорд вы знаете по другой записи и виде схемы. Обычно такие схемы используют для песен, но в мелодиях, которые записаны по табулатурам, пишут вот следующим образом. Далее у нас с вами идет аккорд Фа. Мы с этой конструкцией убираем третью струну и остается, что остается. Далее опять с этой же конструкции убираем теперь указательный палец. И получается аккорд А, Э. То есть, ну вот эти все-таки базовые аккорды. И самое интересное, у нас тут появляется новая форма аккорда С. Мы будем зажимать на седьмом ладу первую и третью струну, а на восьмом ладу зажмем вторую струну. Вот такой вот и высокий С. То есть, раньше вы, наверное, знали вот такой вот аккорд. Теперь можете играть С вот так вот. У нас с вами есть некая мелодия, которая уже вписана в аккорды. И лично лайфхак от меня, вы можете сразу добавить аккорд Д, Эм. Просто его поставить, еще пока не играть. И мизинчиком сыграть третий лад на первой струне. И потом его убрать и сыграть Д, Эм. Это намного удобнее будет, чем если вы будете играть так. Ну, появится какая-то пауза. Оно нам не надо, поэтому сразу подготовьте. И сыграем так. Далее продолжается у нас вся мелодия играться на первой струне. Сыграем два раза ее открытую. Далее зажимаем на втором ладу. На третьем. И далее у нас идет с вами аккорд Фа. Получается Фа. И по сути мелодия та же самая. Далее у нас с вами идет аккорд А, Эм. И опять та же самая мелодия. Давайте мы с вами соберем вот эти четыре такта, чтобы было прям полностью все понятно. Обращайте внимание, какими пальцами я это все, конечно же, играю. Но в правой руке, как всегда, большой пальчик. У меня все и аккорды, и мелодия, и играет. Далее я вот с этой конструкцией, опа, сюда переехала. Прям с этого момента, где вы играли, А, Эм. Прям отдельно потренируйтесь. То есть последние ноты на третьем ладу. Переехать и поставить аккорд на седьмом ладу. Вам будет намного удобнее это все играть. Получается, мы играем этот аккорд. И дальше у нас мелодия продолжается на первой струне. Теперь мы играем восьмой лад. Седьмой лад. Пятый. Седьмой. Пятый. И открытая струна. В медленном темпе. Давайте соберем, что у нас получается, от начала до конца. А теперь чуть быстрее. А теперь на бис. Разбор на укулеле. И на сладкое я вам оставила ту мелодию, которую Венсды играла в самой первой серии на виланчеле. Называется на Paint Black. А звучать она будет следующим образом. Играет музыка И для удобства объяснений я разбила эту мелодию на три части Тут самое главное уловить связь и логику, как строится эта мелодия Потому что если я буду объяснить прям досконально эта струна, а потом эта струна, вы больше запутаетесь Потому что основная мелодия у нас с вами идет на второй струне Начинается она играть с первого лада, два раза он звучит Далее идет третий лад Четвертый Шестой Возвращаемся опять Четвертый Третий Первый Первый Открытая струна, то есть ничего не зажимаем Вновь первый Третий лад И будет у нас там две ноточки тоже на этой струне Опять первый лад И нулевой лад Это вот основной такой костяк получается И вот теперь в эту мелодию, за исключением последних двух ноточек, мы добавим после сыгранной мелодии открытую третью струну Чтобы было какое-то объемное звучание И это тогда получится так Вы помните, да, на последние две ноты мы это не добавляем Еще раз В правой руке вы можете играть вот этими двумя пачками Или можете играть все небольшим Все зависит от вашего скилла и как вам удобно Но не играйте, пожалуйста, все вот указательно Как будто вы там ковыряете А мы с вами остановились на четвертом такте, где сыграли на второй стороне вот этот ход И по идее, и вообще шикарно будет звучать, если вы используете здесь прием пулов По подробнее про прием я говорила в вот этом вот видео Посмотрите на досуге Что в данный момент можно сделать То есть вот вы играете эту зажатую на первом ладу нотку Вот этим же пальцем в левой руке Вы как бы сдергиваете и у вас получается звук открытой струны Вы не играете А вы сыграли вот так вот Интересно так таинственно звучит Потренируйтесь отдельно Ну кому будет супер сложно, то вы можете сыграть То есть обе ноты при помощи правой руки Дальше у нас идет похожим приемом ноты на первой струне Через четвертый лад и третий И тут можно сыграть вот этими двумя пальцами Или вот этими двумя пальцами Но вот это будет более так музыкально Но опять же, может у кого-то мизинчик очень слабый Если вот слабый И вы не можете это сыграть через пулов То играйте через безымянный и средний Но ситуация такая Чтобы у вас прозвучал пулов на третий лад Вам нужно его заранее подготовить То есть если вы сыграете так Это не то, что нужно Окей, все вместе получается Или Кому сложно, играйте все отдельно ноты И завершает первую часть у нас четыре нотки Которые должны играться в быстром темпе На музыкальном языке я вам скажу, что они написаны 16-ми длительностями Но это нам ничего не дает Но звучать должно быть примерно так Понимаю, что для кого-то это быстро Поэтому давайте сначала разучим, что зажимать А потом уже подумаем, как же мы это будем играть Мы играем сначала на первой струне Третий лад Затем первый Далее переходим на вторую струну Играем четвертый лад И третий То есть Или Ну, смотря кому как удобно играть по пальчикам И чтобы у вас развилась скорость, вам нужно его отдельно потренировать И потом уже постепенно делать ускорение Если у вас не получается, вот вы уже начинаете нервничать и переживать То есть играйте вот примерно так То есть Ну, вот немножко, да, криво-косо, но зато сыграйте Окей, давайте соберем первую часть Что у нас должно получиться, конечно же, в медленном темпе И еще раз Вторая часть играется почти тем же самым образом, что и первая Но единственное, четыре последние нотки поменялись В первой части мы играли так Во второй части нам нужно сыграть так Еще раз Помедленнее По идее, это тоже нужно сыграть шестнадцатыми нотами Но Кому я обманываю Как можете, так сыграйте Я играю сначала четвертую открытую струну Далее Зажимаем на второй струне четвертый лад Шестой лад И перехожу на первую струну на седьмой лад То есть Тоже отдельно потренируйтесь Развивите какую-то скорость Чтобы у вас было более-менее хотя бы ровное звучание Соберем вторую часть Вот с этими последними четырьмя ноточками Давайте соберем, что получаются у нас первые две части Ну вот смотрите, ситуация играет всегда одним пальчиком большим или каким-то указательным Довольно-таки трудно Поэтому я в каких-то моментах Непроизвольно уже работаю Именно чередованием пальцев Это довольно-таки Такая распространенная академическая постановка Если у нас нота находится на одной струне Но в целом Если у кого уже хороший такой прокачанный скил Можете использовать чередование пальцев Если у кого пока такой этап, что сложно составить звуки в мелодию То забейте на правую руку Играть все большим пальцем Ну и завершающая третья часть Моя любимая звучит так Вот тут вот скажу сразу Вам очень важно понимать, какими пальчиками я что зажимаю Поэтому можете прям замедлить это видео Приблизить там как-то И смотреть, что я тут делаю Это действительно очень важно Если вы возьмете и будете играть от балды Разные пальцы Не как у меня показано Вы запутаетесь Я за вас все продумала заранее Пожалуйста прислушайтесь ко мне К своей фее укульной Указательный пальцы у нас находится на третьей струне На пятом ладу А мизинчиком мы будем играть на восьмом ладу На первой струне И играем такой ход То есть как бы передачу звука Вот тут я играю вот этими пальцами И получается Два раза То есть начинаю с первой струны Играю третью Опять первая Третья Далее я играю первую струну на шестом ладу Зажимаю через безымянный пальчик Также играю два раза То есть получается Позиция у нас с вами меняется Указательный палец теперь отвечает за вторую струну на четвертом ладу А средний палец за пятый лад Также на третьей струне Играем два раза Образовавшуюся схемку Начиная со второй струны Далее безымянным пальчиком играем эту же вторую струну Ну а на шестом ладу То есть Еще раз эти два такта Вот этот вот переход с этой формы на эту форму Прямо отдельно посидите Поиграйте Это действительно интересно Ну может кому-то трудновато Но в принципе справитесь Это не так сложно Далее спускаемся на первую и вторую струну Указательный палец теперь настучает за третий лад на первую струне Средненький за вторую струну на четвертом ладу Также играем кстати два раза То есть начиная с первой Далее Меняем указательный палец на третий пальчик безымянный Первую струну на третьем ладу Далее на первом ладу То есть прям проскользите рукой Чтобы вам было удобно это отсюда И перейти вот сюда Еще раз Далее мизинчиком наконец-таки Ура! Тянемся на вторую струну на четвертом ладу Но при этом указательный палец лучше не отпускайте Потому что сейчас мы его опять сыграем Получается И теперь безымянным пальцем зажимаем третий лад на вторую струне В принципе самое сложное позади И осталось у нас сыграть две ноты на первой струне На седьмом ладу И на восьмом И все Давайте соберем вот как раз с этого момента Теперь полностью третья часть У-ля-ля! Теперь давайте соберем полностью мелодию В медленном темпе В медленном темпе А теперь чуть быстрее В медленном темпе Если у тебя остались какие-то вопросы Или ты просто хочешь что-то предложить на следующие разборы То пиши обязательно в комментариях Также не забудь заглянуть в плейлисты Ведь там можно найти много чего интересного Ну и конечно я хочу поблагодарить всех ребят Которые сейчас поддержат меня в финансовой набусти Вот они Взамен они получают клевые ништяки Весь раздачный материал И мое почтение Ну а меня по-прежнему зовут Дарья Увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok